Вечер в хату, уважаемые арестанты и первоходы этого канала. Вы смотрите Малял от мужика с погонялом Вай энд Хау. В Раймис Воле была замечена проблема. Молодые неопытные пацаны не могут прочесть наколки по ней, из-за чего они плохо или вообще не так понимают смысл сериала. А так как сериал уважаемый воровских кругах, мы решили исправить такой положняк. Присаживайся на нары, мужик, и слухай. Сейчас поясню за наколки по ней. Итак, начнем с главной шестерки. Твайлайт Спаркл. Силонская звезда Давида говорит о том, что она еврей. Эта наколка гласит, да пошлет мне бог мудрость, вечную удачу и власть. Твайлайт по молодухе была замечена за нелегальным изготовлением магических предметов и использованием запрещенных еврейских заклинаний. Однако пожизненного срока получилось избежать, так как Селестия как пахан вписалась за нее. Но Твайлайт пришлось отъехать в понивель, пока Шумиха не уляжется. Так как Татух 6, значит и ходок было 6. Но судя по ее возрасту, ходки были небольшие, скорее всего для отчетности властям. Эпплджек. Хоть наколка и стилизована под яблоки, чтобы у местных было меньше вопросов, ровный мужик разберет здесь перевернутые три пики, что значит три отсидки по статье 144 РСФСР. Кража. Скрывает свое уголовное прошлое, однако навык изготовления сидора из яблок выдает ее с головой. Такой рецепт часто встречается на зоне, ведь все, что может бродить и давать спирт, будет использовано под это. Семья смогла перевоспитать Эпплджек. И скорее всего она больше никогда не возьмется за старое, даже врать разучилась. Жалко, конечно. Из домушника стала домашней. Рэрити. Ее наколки являются совмещением двух. Первая. Ром с шахматной растушевкой. Зэка Трицава. То есть зэк, не сотрудничающий с администрацией и подавляющий такое сотрудничество. Вторая наколка. Бубна. Символ карточного шулера высокой квалификации. В течение всего сериала пытается отмыть деньги через бутики и имеет в этом неплохой успех, так как смогла открыть их в нескольких городах Эквестрии, в том числе и в столице, в Контерлоте. Также замечена в прибивке к влиятельным пони. Очевидно для построения коррупционных связей или для нахождения новых жертв для шулерства. Навыки в пошиве одежды. Получила на зоне, так как работала в швейном цеху. Ну, а далее пару лет обучения на модельера, и дело пошло по накатанной. Рэйнбул Дэш. Пу-пу-пу. Смысл данной наколки либо такой... Эмм... Либо такой. Однако спешу уточнить, что данный персонаж не испытывает никакой нетерпимости. Все это нужно, чтобы слить охрану, и чтобы она отхватывала от проверок. За доказательство можно взять то, что стваивает они кенты, хоть в начале и были небольшие терки. Так как молния одна, то Дэш первоход. Псела в основном из-за своего взрывного характера. Занималась мелкими выходками, типа хулиганства или употребления алкоголя в общественных местах. Наколку получила из-за несогласия со своим приговором, из-за бесконечных попыток побега, которое она делала по причине цитата «меня задолбало сидеть в этом бетонном кубе». В конце концов, она худо-бедно отбыла свой срок 6 месяцев, а больше за хулиганство не даёт, и... снова взялась за старое. Флаттершай На первый взгляд кажется, что наколка ничего не значит. Однако, это умелая магическая маскировка. Истинную наколку Флаттершай показывают лишь в одной серии. Тогда озвучивают её воровское погоняло Флаттербет. На ней изображено три летучие мыши, что значит три ходки по статье «Заворжённое ограбление» или же «Рикетерство». Пинки Пай Замаскировала свою наколку по три воздушных шарика, однако очевидно, что там находятся три черепа, что значит убийца по указке администрации исправительного трудового учреждения или же УТУ. Не сидит на зоне по причине опасности для других заключённых, которую обнаружили уже постфактум. Один раз администрация попросила её побить одного зэка так, цитата, чтобы ни одного отрицало в стенах этой зоны не осталось. Пинки поняла буквально и вырезала половину зоны. После этого ужаса её отправили в психушку, где мозгоправо выяснили, что замкнутое пространство приводит её к безумию, так что теперь она сослана в понивиль, где находится под постоянным наблюдением со стороны как засланных смотрящих, так и мирных граждан. В данный момент её безумие прекратилось, и теперь она живёт припеваючи. Фух, прошу, что это розовое бести всего одна. Что ж, нам пиздец. Теперь же затронем пони, которых просили воры в малявах под видео. Старлетт. Эта суровая пони была сослана в одной из самых страшных зон Эквестрии, однако, к удивлению многих, смогла подчинить себе не только арестантов, но и администрацию заведения. Это поражает даже самых бывалых зэков, ведь такая дерзость ещё никому не удавалась за всё существование Эквестрии. Но Старлетт не учила одного. Раньше всё заведение скидывалось на общак сионийской мафии. Когда деньги перестали течь, туда была послана Твайлайт и её новая ОПГ. После вооружённого конфликта Старлайт была повеждена. Твайлайт также было приказано опустить её, но навыки общения Старлайт вновь позволили ей выйти сухое из воды. С тех пор они с Твайлайт кинты, и хоть то заведение теперь свободно от власти Старлайт, это вовсе не значит, что она снова не возьмётся за старое. Будем ждать. Ах да, значение наколок. Звезда символизирует то, что Старлайт отрицало, а две татуировки опущенного, сделанные наоборот, символизируют то, что она потеряла свою власть на зоне и стала обычным мужиком. И, наконец, к самому интересному кадру. Дёрпи. Судя по количеству наколок, имеет целых семь судимостей. Однако, эта пони отличается от всех прочих, так как она мутила дела не из-за злого умысла или каких-то плохих помышлений, а... из-за непонимания, как работает частная собственность в целом. Уже семь раз её ловили на мелком воровстве. Однако, из стенограмм допросов видно, что мотив данных преступлений был... Так как в сериале не показано ни одно упоминание родителей Дёрпи, её наколки можно расшифровать однозначно. Круглой сирота. Или... В жизни надеялся только на себя. Горожане давно смирились с её странным поведением и даже находят его милым. Но чтобы другие не пытались объяснить свои кражи тем же способом, её каждый раз садят в тюрьму на целых три дня в комфортной комнате вдали от остальных заключённых. Хорошо, с этим разобрались. Теперь же перейдём к пони, которая показывает в сериале высшую ступень арестантской иерархии «Воров за конем». Принцесса Селестия. Эта пони занимает главенство в Эквестере как в среде обычных граждан, так и в среде криминальной. Её татуировка совмещает в себе два значения. Первое — «Зло» аббревиатура фразы «Завета любимого отца». Является символом того, что пони принадлежит уголовной династии. Недаром её зовут «Принцессой Селестией». Вторая же «Да хранит меня Бог от голода, нищеты, ментов, мусоров и коммунистов». Историю же по Селестие особо не накопаешь. Видимо, она хорошо трёт о себе следы. Это довольно легко делать, когда тебя пускает в реестр любая администрация любого учреждения страны. Принцесса Луна. Наколка с полумесяцем у неё на Баку. Значит, что она мусульманка. Она может значить либо «Нет Бога, кроме Аллаха», либо же «Покорюсь только Аллаху». Как и по Селестии, по ней ничего не накопаешь. Разве что можно пояснить за случай, который на время расколол двух сестёр. Селестия курировала сионистскую мафию, а Луна – мусульманскую. На почве этого возникли религиозные конфликты и непонятки. В этой войне победу одержала Селестия, так как смогла воспользоваться своим официальным статусом. Луну же после поражения долго не было видно, но затем она появилась и снова начала тёрки. В итоге же проблему решили мирно, и теперь Селестия и Луна заправляют всем тюремным гражданским миром вместе. И последняя принцесса – Кейденс. Точно так же, как и сёстра, занимает официальный статус, но ей дали лишь часть земель, которые называются Кристальная империя. Её наколка интерпретируется как… Я чё-то не понял, сценарист, это чё за подстава? Какого хера при делах петушара с не менее петушарской статьёй? Это нарушает всё людское. Я сейчас пойду писать маляву к главному на вас. Вы совсем охуели, суки? Да, Флати, ну ты, конечно, и учудила. О, ебать. Что-нибудь скажешь в своё оправдание? Я фашист. Ммм, понятно. О, кстати, камера.